Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Абонент временно недоступен. Ребята, всем привет! Сегодня природа нам сделала новогодний подарок. У нас хоть теперь весь снег и лед потаяли, река вскрылась. Сегодня мы будем ловить на зимней реке на спиннинг. Ну а что у нас из этого получится, посмотрим далее. Итак, погнали! Ну так, ребят. Честно говоря, даже не знаю, где сейчас искать хищную рыбу в связи с такими погодными аномалиями. То ли она сейчас на мели стоит, питается, то ли на глубине не очень ясно. Ну, могу сказать так. Вот на данном участке понятно, что правый берег здесь отмель, судя по ландшафту реки и берега. А под тем берегом глубина. Ну, здесь еще не очень большая глубина, а основная глубина вот там на повороте. Ну, там и обрывистый берег, и сам поворот подразумевает, что там яма. Но здесь русло реки подлежато все равно ближе к левому берегу. Ну, в общем, сейчас будем искать хищника. Буду пробовать и отмель, и глубину. Посмотрим. Начну я ловить со своего воблера-разведчика. Это Цуриноя ТВ-78. В такой яркой кислотной расцветке. Да, природа, конечно, многолика и многогранна. Такой подарок на Новый год сделала. Я, конечно, люблю ловить со льда. Но со спиннингом, мне кажется, вообще ничего не сравнится. Паундар. Ничего себе. Подачка. На первом же забросе. На мою копию Асуру. Вот тебе и щучка. Шнурочек. Красоточка какая. Зимняя щучка речная. Не ожидал. Прям сразу же клюнула. Рыбаки говорят, что на первом забросе, если клюет, то значит дальше рыбалка уже будет плохая. Больше не клюнет. Но я не суеверный, слава богу. Но сейчас мы проверим. Значит, ты стоишь на мели. Ну, по крайней мере, это стоит. Ну, всё. Газой. Разведчик работает. Вообще, честно говоря, в зимний период времени я не очень верю в кислотные цвета. Потому что чаще всего щука в это время неактивная. Поэтому я стараюсь ловить на натуральные расцветки. Но сегодня, пока ещё раннее утро, я решил поставить кислоту. Света ещё мало. Было заметно. Ну, и понятно, что река сейчас течёт. По ней несёт много мусора. Вода не очень прозрачная в речке. Ну-ка, на глубину попробуем. Не поглубже. Проводка, соответственно, у меня не быстрая. Паузу буду делать подольше. Зацеп. Да. Что такое? За кусок. Ну, нет. Это не зацеп, это забагрил я. Карася забагрил. Офигеть, ребята. Вот такой карасик забагрился. Красивый. Видели? Какой карась на спиннинг. Я думаю, как-то странно. Удара, понятно, не было. Но было ощущение, что рыба клюнула. А он вообще не сопротивлялся. Тащил его как бревно. Тебе цуряное классно воблером сделало. Так, что меня опять развернуло-то? Выдра. Видите, он там под берегом плывет. Вон она. Красоточка. Плавает. Щуку мне пугает. Блин. Это он дар был. Он и просто рыбы коснулся. Пік。 Реф-пIB. ... Парик. 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 Очень working... Парик. Парик. но вот ребят только камера основная села и сразу села щучка как всегда не крупненькая холодная ужасно опять дела на отмели интересно крупная стоит на отмели или крупные все-таки на глубине сейчас пока что вот мелочь клюет ветер сменился на северные руки стали мерзнуть кстати интересно щука вышла откуда-то оттуда атаковала и повела в ту сторону то есть смели вообще выходила уже там стоит малек но отмели она на него охотится двор вас от твою ж мать удар такой хорошенький был ашпагнула поводок видимо выше ударил да вот видите недалеко от лодки но это кстати не в шнурок уже был что-то покрупнее спиннинга кстати очень неплохая сенсорика прям на паузе почувствовал удар в руку и воблер от Surinoya Explorers в шестидесятом размере отличный шед хорошо держит течение красивая игра здесь возможно глубина позволит попробовать новый шед тоже от Surinoya называется Explorers в шестидесятом размере со спендер правда у него заглубление до 3 и 7 по моему здесь такой глубины скорее всего нет посмотрим сейчас есть что-то вот такой акуняра на воблер от Surinoya Explorers в шестидесят вот такой акуняра на воблер от Surinoya Explorers в шестидесят да кстати пользуюсь я сегодня двумя спиннингами но вот основной это Daiva Ninja ZTS 702 MFS такой твитчевый отличный спиннинг из бюджетных тест от 10 до 30 грамм и у меня часто подписчики спрашивают как же он твитчет 130 воблера ну такие достаточно крупные твитчет он отлично но вот на течение я не пробовал и сейчас как раз для вас для себя попробую но начну я со 115 это купю теперь это шайнера от Bear King посмотрим как он твитчет на течение течение тут не слабое ну такой я бы сказал среднее хотя под этим берегом достаточно сильное ну вот 115 твитчет без провалов понятно что усилия прилагать приходится чуть больше чем на пруду опа зацеп что ли не понял ну-ка проверка травы нет поклевка или все-таки зацеп так попробуем 130-ю рудру ну вернее это копия от Bear King не помню сколько она грамм полно 21 грамм на пруду твитчется без проблем посмотрим что на течение ну в общем нормально скажу что есть провалов конечно упирается но я ожидал лучшего твитчить вполне можно ну и большие провальщики есть все-таки твитчить можно но особо чувствительные люди наверно скажут что не очень а рука подустает но я честно говоря твитчил такими колами в свое время что плечи у меня развились будь здоров пробуем копия рейнджер 130 сп от Bear King плохо производитель не пишет сколько грамм весит воблер а я на память не помню там на удивление идет лучше чем рудра я бы мог судя по лопате ситуация будет хуже вполне комфортно отличиться так пробуем купил были сонга 130 berking лопата широкая будет здоров они себе неплохо отличиться короче проблемы были только на орудия небольшие сейчас еще попробуем орбит 130 орбит копия от all blue от all blue пишет что у нас там 26 половиной грамм заглубление полтора-два метра в общем-то спиннинг подходит для ловли на течение многими сто тридцатыми воблерами но на некоторых есть небольшие провалы поэтому для кого важно лучше тест побольше взять до 40 грамм что-то с неба начало сыпаться какая-то крупа значит уже температура потихоньку опускается воблер от surinoya dw 78 отличный воблер с хорошей игрой натуральной расцветки хорошей игрой смотри как видели на dw 78 натуральный все ребят рыбалка подошла к концу вот рыбы я много не поймал но зато попробую пробовал новые снасти покидал спиннинг в общем отвел душу у меня на этом все всем счастливо всем пока а